У минулой субботу и неделю Гомельская центральная детячая поликлиника працавала в неизвычайном режиме. У совести с сезонным повышением захворывания в субботу организовали приём у врачами-педагогами с 8 ранницы до 18 вечера. У неделю медики находились на працанных местах с 8 до 14. Плюс выезды по телефонных выкликах. У субботу, например, поступило около 70 зворотов. После выходных, ведь мы уже значной колькости пациентов у поликлиницы не было, хоть невеликие черги означались. Причем, как те, кто выздоравливал и те, кто захворел, не сутыкались, для опочек открыли особенный выход, так званный медицинский фильтр. Для разделения потока пациентов, заболевших впервые или же чувствующих недомогание, ещё не знающих, что заболели, они у нас приходят в специально оборудованное помещение, называется оно фильтр, и входят с другого входа, чем все другие дети. На фильтре работает врач, он смотрит ребёнка, делает все необходимые назначения, осмотры. До здоровья детей у вогуля повышенная увага. Кожный день вся информация о колькости захворелых поступает у Центры гигиены и эпидемиологии, плюс профилактические мероприемства. Наставникам рекомендовано отправлять до дому детей, которые пришли с минимальными предметами захворования. Это так званный ранечный фильтр. У обовязковых потребований постоянное проветривание по мешканью. А прячатого шмат, где провели батьковские сходы, на яких еще раз разслумачили, как застерочить детей от хворобы. Для того, чтобы повышать иммунитет, медики находятся на свежем поветре не меньше, чем по 2 годины в день и уживать комплекс витаминов. Нам каждый день из лечебной сети доставляются биологический материал. В основном это носоглоточные смывы. И в лаборатории вирусологической, в нашего центра, проводятся исследования. На сегодняшний день мы выявляем весь спектр микроорганизмов. Начиная от аденовирусов, респираторно-сенциальных вирусов, парагриппа, в том числе грипп А, грипп Б. В лабораторию диагностики вирусных и особенностей небезпечных инфекций Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья у охот побочным особам категорично заборонены. Але для журналистов телерадиокомпании Гомель зарабили выключение. Миновата тут проводятся все доследования на острые респираторные инфекции и грипп. Инших аккредитованных лабораторий для гетых мед в регионе нема. Как провести полный анализ на грипп, достатково одного рабочего дня. Спочатку обогули выявляются вирусы А, ЦИ, Б. Коли А, то удокладняется его тип сезонный, ци так званые свины. Докладную лечбу захворелых на грипп в областном центре гигиены и эпидемиологии не называют. Она изменяется что день. Але ситуация окажет некой особенной тревоги, не выкликая. Тем более, что свыше 40% населения в области зарабили ответные прищепки. На Украине для поравнания только 0,3%. До речи, той же так званый свинный грипп замысловался в организме человека еще в 2009-м, после соседней пандемии. И зараз выявляется на протягу всякого года. Головное, подчасть свои часовые лечения, бо иначе со здоровьем, с оправдой, могут возникнуть значные проблемы. Осложнения у каждого человека могут быть индивидуальными. Это может быть тяжелый бронхит затяжной. Может присоединиться астматический компонент, если кто-то больной бронхиальной астмой. Это может быть пневмония, которую мы тоже все очень боимся. Это может быть поражение сердечно-сосудистого, сердца, почек, поджелудочной железы. И, соответственно, может обострение сахарного диабета быть и так далее. Олег Синчуров, Валерий Копанько, Телерадо, компания Гомель.